Вот, мы поехали, да? А Санталов, как вы понимаете, приехал. Но я хочу сказать, ну какое у Санталова, у Володи, у моего друга, да? Терпение. Он так умеет разговаривать, он так всегда вот никого не перебьет, он, как говорится, не перебивает, и поэтому он как-то так умеет. Я говорю, Володя, ну откуда у тебя такое терпение? Он говорит, это не терпение, а что ты сказал? Тренировка. Да, дрессировка. Меня жизнь дрессировала. Да, смотри, какой он красавец. Тут самое главное другое. Я Володю спрашиваю, я хочу сделать бесплатный ликбез против стресса с развитием творческих качеств для всего населения страны. Как ты думаешь, как это сделать? Как сделать так, чтобы все подключались? Это же бесплатный ликбез, и там будут самые простейшие принципы, правила и приемы для того, чтобы каждый человек мог подобрать себе индивидуально именно то, что снимает стресс автоматически, и настраивается на творческое состояние, чтобы не только выжить, но и реализовать себя в современных условиях. Как ты думаешь, как это можно сделать вообще? Ну, я не думаю, я знаю. Пока, как бы, жареный петух, такая есть пословица. Да. Да, не клюнет. Так и у нас, пока в жизни человек не столкнется с чем-то таким, что это ему нужно будет. Он не поймет. Поэтому те люди, кто уже воспользовался ключом, получил результат, они могут поделиться и предотвратить даже, если у человека какие-то... Ну, дело-то в том, что те люди, которые воспользовались, они мне же постоянно благодарности пишут. Конечно. Да, но дело в том, что это интернет. Надо же, чтобы больше людей посмотрело. Конечно. Потому что они же не в курсе дела. А чтобы больше людей посмотрело, надо, чтобы журналисты об этом писали, чтобы они друг другу, люди, которые посмотрели, мне благодарности пишут, чтобы они другим людям об этом рассказывали. Потому что это же нужно для всех, для каждого сегодня. Потому что это такое простое для каждого, потому что оно связано именно с его естественностью, с его природой, с его особенностью. А там как раз эти критерии, как подобрать именно свои личные приемы. Вот же в чем дело. У каждого своя жизнь, у каждого свои проблемы, и каждый должен к себе этот ключ подобрать, но люди не ценят этого. Должно быть... Нужно те, кто прошел, показать ценность этого ключа. А как они это могут? Потому что бесплатно оно не бывает. Оно не ценится чаще всего. Потому что оно просто так... За одну копейку надо поставить. Ну не знаю как. Вот мы же живем и получаем. Допустим, мы дышим, мы видим этот свет. Мы же это не ценим, мы живем в этом. Ну просто пользуемся. Просто пользуемся. Да, конечно. И так же и ключ, когда мы сможем, те, кто получил результат от этого ключа, сможем поделиться с теми людьми, которые еще его не знают. Чтобы они тоже попробовали, и они тоже поймут, что это ценность, и они могут этим воспользоваться. Вот ты хорошую вещь сказал, что мы не ценим то, что на самом деле свежий воздух. Пока мы им дышим нормально, мы его не замечаем. Пока вдруг не начинается загрязнение, пока там реки не загрязняются, радиоактивные отходы и так далее, пока нам не даст по голове как следует. К сожалению, к ключу никто не приходит, естественно, через какие-то проблемы. И вот когда люди будут еще до того, как у них проблема появилась, иметь этот инструмент как ключ... Ну там в школьном учебнике уже есть часть ключа синхрогимнастика, профессора Матвеева, там синхрогимнастика. Ну там не даны критерии для подбора собственных упражнений. Там просто пять упражнений, как пример, которые быстро снимают стресс, почти автоматически. Но надо сейчас вот на этом вебинаре бесплатном для всех, для миллионов этот критерий показать, чтобы каждый... Там может быть не те упражнения, а каждый подберет свои упражнения. Там в учебнике мы дали, только как пример. Очень индивидуально, поэтому... И кроме, извини, Володя, и кроме этого многие берут этот пример и начинают думать, что это и есть ключ. И ко мне звонит человек, который давно пострадал, который уже с инвалидностью, у него это и шея болит, и все. Он говорит, я ваши пять упражнений делаю, что-то мне не помогает. Так вам же не это нужно. Вам сначала нужна разгрузка, вам сначала надо восстановиться. Это тоже есть ключи. Это мы делаем на этих вебинарах, на этих ликбезах. Ютуб мой, посмотрите, слово ликбез, как встретите там в роликах, значит сразу смотрите. Потому что это бесплатное обучение людей, разгрузки, другим упражнениям, как подбирать приемы. Не только эти пять упражнений, а только приемы. Как пример. Не скажи, чтобы их увлечься. Очень много материала в интернете. Ищите, и вы найдете ключ именно к себе. Вы найдете то упражнение, которое нужно именно вам. Поверьте мне, я с прошлого века дружу с Хасаем. С прошлого века, да. Да, и многие люди уже, которым я тоже передал, смог передать. Конечно, все не передашь, но какую-то часть. Слушай, самое главное передать смысл. Вот же в чем дело. Я сейчас скажу, ты меня извини. Суть идеи. Все существующие методы мира, включая физкультуру, включая йогу, цигун, тайчи, там, ну, все методы мира. Они построены по одному принципу. По принципу повторения. Основаны на инстинкте подражания. Говорят, делай вот так. И вот ты делаешь, и делаешь, и делаешь. И чтобы дойти по йоге, например, до состояния самадхи, тебе нужны годы. Ты не всегда понимаешь, дойдешь ты туда или не дойдешь. И вообще, что это такое, ты не понимаешь. А на самом деле, это все лежит внутри нас. Внутри каждого человека. Внутри тебя, меня и соседа нашего. И всех. А ключ отличается от всех существующих методов. Что там дан критерий. Не идти вот так пошагово туда, 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 вот каждый день тренируйся. А сразу дан критерий, как подобрать себе свое упражнение. И примеры даны, перебирая которые по этому критерию. Как примеряешь туфли в магазине. Ты сразу подбираешь упражнения, которые снимают стресс, и выходишь на творческое состояние. А сам процесс перебора развивает творческое мышление, которое помогает тебе во всех областях жизни, во всех сферах деятельности. Находить лучшие решения. Креативность развивать. Это объяснить. А не то, что вот вы ищите там разные упражнения, и вы наконец научитесь, подберете ключ. Да нет. Самое главное, чтобы вы поняли этот критерий. Как подбирать. Вот этому я хочу вас научить. Показать этот эталон. Как надо это делать. На этом вебинаре, бесплатном, ликбезе, ликвидация безграмотности, против стресса, с выходом на творческое состояние. Вот же в чем дело. Потому что научить не подражать и идти пошагово, а научить думать, как подбирать себе, и показать примеры. Вот это немножко две разные идеологии. Да. Ну скажи, надо, чтобы больше людей посмотрело это видео. Я скажу. И подключились к этому общему делу. Подключайтесь, подключайтесь, подключайтесь. Это же бесплатно вообще. Скажу, что мне сейчас на ум пришло. Давай. Потому что какой-то великий, не помню кто, сказал, что люди забудут, что ты сказал, люди забудут, что ты сделал, но они никогда не забудут то, что ты заставил их почувствовать. Ну. Когда ты, когда помог человеку почувствовать самого себя, да? Ты мне помог мне почувствовать самого себя. Вот это ключ понять. Да. Я никогда не забуду этого, и нескольким даже людям помог тоже. Ну, молодец, ты мне помогаешь. Вот, хочу сказать еще раз, что Володя Санталов очень далеко от меня живет. Но мы полвека, да, или сколько? Четверть века. Четверть века. Да. И какой он красавец. И он же этот волонтер там. Не смотря на что. Волонтер там где-то постоянно волонтирует, что это такое? Что это там? Это потребность души. Человек живет для других. Поэтому мы с Володей Санталовым приглашаем вас на общее дело. наше общее дело всех. Общее дело. Развивать в человеке человечность. Доброту, способность сопереживать, созидать, чувство бесценности живого. Вместе все создаем науку человечности. потому что очень много причин, потому что ни религии, ни культура, ни искусство не спасли человечество от коронавируса. Не спасли. Значит, надо создавать науку человечества. Самые главные качества человека, которые спасали во все века человека при всех бедах, при всех войнах. Это как раз сопереживательность, любовь, сотрудничество и способность созидать вместе. Давайте возьмемся за руки, друзья, как мы с Володей даже обнимемся, несмотря на изоляцию и дистанцированность. Будем вместе. И вот это наше объединение, это то большое дело, в котором мы все вместе участвуем. Видите, как я говорю об этом, да? Говорю и говорю, говорю и говорю, ну капля камень точит, а может все-таки протечет водичка подослать и зернышко начнет расти. Растет зернышко, не может, оно растет, то, что ты делаешь, оно живет. Подключайтесь, друзья, подключайтесь, чем больше людям вы передадите, передадите, что мы будем собирать бесплатный вебинар для всех, чем больше людей подключиться, дату мы определим и всех научим, конечно, даже если петух жареный не клюнул, может, сегодня научиться, чтобы в будущем не болеть, быть готовым, да, и работать с неопределенностью, да. До встречи, друзья. с неопределенностью, все неопределенностью,